Я представлюсь, меня, к сожалению, не видно, но, как вы так смогли уже наблюдать, попытки что-то с этим сделать у нас не удались. Я, Андрей Яковлев, много лет, в общем, реально 30, работавший в школе экономики. В течение года, в 1922-1927 году, я был в центре Дэвиса, в Гарвардском университете, и сейчас я нахожусь в Германии, в Ханзависеншафтхолик. Это недалеко от Бремена, у меня есть годичный проект. Ну и, собственно, если брать идею этого круглого стола, то она возникала из коммуникаций с коллегами, в первую очередь теми, которые были приглашены в качестве спикеров, но не только. И, на самом деле, у всех у нас, соответственно, сохраняются контакты с коллегами, которые продолжают работать в России. И одновременно, ну, как бы я это на себе тоже видел, так сказать, другие коллеги это тоже испытывали, те, кто уехал, тоже имели довольно много проблем, да, в части возможности остаться в профессии, так сказать, продолжать заниматься исследованием. Ну и, собственно, общая идея этого круглого стола была именно в том, чтобы понять, как, ну, фактически уже по истечении двух лет в сегодняшних условиях продолжают работать исследователи в разных научных дисциплинах, включая не только естественные науки, но и гуманитарный, социальный, так сказать, весь спектр. И включая как тех, кто уехал из России, так и тех, кто остается в России. Насколько в этих новых условиях, ну, соответственно, иммиграция для одних и, в общем, к сожалению, усиливающаяся изоляция для других, удается сохранять свою научную специализацию и реализовывать свои научные интересы. Ну и дальше, вот, собственно, я сейчас пересказываю те вопросы, которые у нас в программе помечены. Идет некоторая развилка, потому что, допустим, тот же выбор тем и, так сказать, поиск источников финансирования, а также вопрос про критерии оценки результатов, наверное, больше актуален сегодня для коллег, которые продолжают работать в России. Для них же, как я понимаю, достаточно важным является вопрос про возможности кооперации с зарубежными коллегами. Ну и наоборот, для тех, кто не в России, на мой взгляд, важным является вопрос о возможностях и механизмах взаимодействия, поддержания контакта с коллегами, которые продолжают работать в России. Ну вот это те вопросы, которые мы формулировали для этого обсуждения. Общая логика была в том, чтобы вот четверо коллег, которые обозначены в программе, то есть Николай Петров, Александр Абашкин, Ольга Орлова и Анна Кулешова, отталкиваясь либо от своих исследовательских проектов, ну, в частности, вот у Николая Петрова и Анны Кулешовой это была серия интервью, в первом случае с теми, кто уехал, во втором случае с теми, кто остается в России, либо же отталкиваясь от тех проектов, в которых коллеги участвуют, в частности, у Александра Абашкина, есть достаточно, на мой взгляд, интересная информация о той сети, которую за вот этот период создал Центр Дэвиса в коммуникации с коллегами из Российской Академии, которые оказались за пределами России. И у Ольги Орловой есть достаточно богатый опыт личных контактов и взаимодействий с учеными по обе стороны границы, в первую очередь в силу возможностей, которые ей дает тот проект, который она ведет, это ТАИН-вариант. Вот. Ну и, собственно, мое продолжение сводилось к тому, чтобы на каждое выступление у нас там было не сильно много времени, 10-15 минут, и коллеги, отталкиваясь от имеющейся у них информации, попытались отреагировать вот на те вопросы, которые у нас обозначены в повестке. Мне написала Анна Кулешова, что она в зале ожидания, если можно ее пустить, то это было бы хорошо. Я не вижу пока Николая Петрова, ну и тогда в этой связи, может быть, Александр Рабашки начнет вот с того проекта, в котором он сейчас участвует, вот эта инициатива Центра Дэвиса, скорость и сарботер. Добрый день, коллеги, очень приятно быть с вами, приятно видеть какие-то знакомые лица, и спасибо за возможность рассказать о том, чем мы занимаемся, и поделиться какими-то данными. Хотя, с первых же слов, хочу сказать, что наш проект не исследовательский. Я представляю проект, который называется Scholars Without Borders. Он был создан буквально спустя три месяца после начала войны по инициативе директора Центра Дэвиса Гарвардского университета Александра Вакро. Нашим американским коллегам довольно быстро стало понятно, что многие ученые, с которыми они сотрудничали на протяжении многих лет, уезжают из России, им будет нужна поддержка. И в этот момент также американцы создали программу, которая называлась Colossus at Risk. Она была предназначена, нацелена на тех, кто хотел бы переехать в США, но количество людей, которые могли бы это сделать, по самым разным причинам было небольшое, и поэтому эта программа, в общем, помогла не очень большому количеству людей. И в этот момент, собственно, Центр Дэвиса предложил другую концепцию, что надо постараться помочь российским ученым не где-то там далеко, а на территории бывшего Советского Союза, а именно предложив нашим коллегам из стран Центральной Азии, из Армении и Грузии возможность сотрудничать с российскими учеными и взять их на работу. И вот поначалу это и была концепция проекта Scholars Without Borders. Мы совершили поездки практически по всем этим странам. Мы были в Грузии, в Армении, в Казахстане, в Узбекистане, общались с большим количеством руководителей вузов. Руководители вузов, особенно в, конечно, Казахстане и Узбекистане, выражали всяческое согласие, они были бы рады иметь у себя квалифицированных ученых из России и Белоруссии. И мы очень надеялись на то, что этот проект начнет притворяться в жизнь. Однако мы очень быстро столкнулись с двумя обстоятельствами. И первое обстоятельство то, что с самого начала американские коллеги не понимали, о каком количестве ученых пойдет речь. Ну, наверное, это мыслилось как там 300, 400, 500 человек. На самом деле таких ученых оказалось намного больше. Скажу об этом чуть позже. Во-вторых, возникла проблема с тем, что вузы Центральной Азии были готовы предложить работу, были готовы предложить средние зарплаты, средние для профессорского состава своих университетов. Но, как вы понимаете, эти зарплаты не очень большие. Если их хватает для местных исследователей, преподавателей, то, к сожалению, для релакантов эти зарплаты оказались недостаточны по одной простой причине, которую многие из вас знают. Резко выросли цены на жилье. То есть, условные тысячи долларов, там, 800 долларов, которые были готовы платить узбекские вузы, эти денег не хватало на то, чтобы и снять жилье, и одновременно себя как-то поддержать. И у меня было много историй, когда мы договаривались с крупным вузом Ташкента, они очень хотели взять московского физика, велись переговоры, но все ограничивалось тем, что ташкентские руководители не были в состоянии заплатить более тысячи долларов, а это, соответственно, не хватало на то, чтобы московский физик мог жить в Ташкенте. И поэтому мы были вынуждены, так сказать, сменить несколько нашу ориентацию и начать немножко думать по-другому. И для того, чтобы выяснить масштаб бедствия, чтобы понять, сколько российских, ну и белорусских ученых покинули свои страны, мы в сентябре-декабре 2022 года провели большой опрос, на который получили около трех тысяч ответов. Мы смогли довольно широко распространить нашу анкету за счет дружественных блогеров, как, например, Екатерина Шульман или Сергея Медведева. То есть наше объявление было опубликовано в популярных блогах, и поэтому на нашу анкету ответило много людей. И благодаря этому мы как-то поняли ситуацию, которая складывалась на тот момент, на конец 2022 года. Конечно, с того времени ситуация изменилась. То есть очень многие люди уже с тех пор переехали, очень многие люди устроились где-то. Например, в тот момент очень многие были в Турции, с тех пор из Турции многие уехали. Как вы все знаете, много ученых, много наших соотечественников приехало в Грузию. В Грузии, как, наверное, многие из вас знают или знают те, кто связаны с Грузией, работы в научном мире, в академическом мире практически нет, поэтому из Грузии тоже уезжают. Но, тем не менее, какие-то данные, которые у нас есть, могут быть вам интересны. Что мы, например, знаем? Что 72% уехавших – это люди в возрасте от 25 до 45 лет. То есть это, в общем, довольно юная, молодая аудитория. 22% уехавших – это люди в возрасте от 45 до 60 лет. Тех, кто старше 60 лет, как, например, я, их всего 4%. Старшее поколение, так сказать, увы или, к счастью, не к счастью, не знаю, осталось дома. Среди тех, от кого мы получили ответы в тот момент, более тысячи человек имели степень кандидата наук, 168 были докторами наук, 165 человек имели степень PHD. То есть, как вы понимаете, довольно высокий научный уровень тех, кто в тот момент уже уехал или думал о том, чтобы уехать. Одновременно было довольно много младых людей, которые учились в аспирантуре, но не смогли доучиться, не смогли защитить диссертацию, и оказались в довольно сложных ситуациях. Примерно 60% из тех людей, от кого мы получили ответы, это люди, которые представляли Humanities and Social Sciences, и только порядка 40%, хотя только много, это из сферы Heart Sciences. В нашей группе, конечно, много историков, социологов, филологов, но, например, у нас сразу были ответы от более чем 200 физиков, 229 биологов, 80 математиков и так далее. То есть, мы понимаем, что это люди, представляющие самые разные отрасли науки. Еще одна интересная деталь в том, что в нашей анкете было заметно, что очень многие – это представители лучших российских вузов. Например, мы получили около 600 ответов от преподавателей, исследователей из высшей школы экономики, Московского государства университета, Санкт-Петербургского университета. То есть, мы понимаем, что люди, которые уехали или мечтали уехать, это, в общем, такая довольно сильная академическая элита. Значит, если говорить про наш проект, то мы смогли, конечно, помочь какому-то количеству наших ученых устроиться на работу в странах Центральной Азии. Я не знаю, здесь, наверное, может быть, есть кто-то из нашего сообщества, может быть, нет, но есть люди, которые могут это подтвердить. Для общения с коллегами мы создали телеграм-канал, который называется «Schoolers Without Bodes». В этом телеграм-канале порядка тысячи человек, и он, в общем, закрыт для посторонней публики. Мы приглашаем туда только представителей вот именно научной сферы. То есть, это люди, которые все являются преподавателями, учеными, исследователями. И поскольку мы должны были определить для себя, что мы должны делать дальше, мы определили несколько важных направлений, которые являются важными для дальнейшего получения работы в академическом мире за рубежом. И прежде всего мы это поняли, в частности, когда мы встречались с Сергеем Гуриевым, он беседовал с представителями нашей группы. Сергей сказал, нужны публикации. Публиковаться в зарубежных журналах, конечно же, непросто. И, конечно же, стандарты, подходы и многие другие вещи, к сожалению, российским исследователям часто непонятно. Поэтому мы проводим регулярные встречи на нашем канале с теми людьми, которые могут научить подсказать, как публиковаться на Западе. Ну, например, завтра у нас выступает Кира Стивенс, главный редактор журнала Canadian American Slavic Studies. И она будет рассказывать о том, что сделать, чтобы попасть на страницы этого журнала. Мы для наших коллег организовали два курса по academic writing на английском языке, где американские специалисты, которые на этом специализируются, рассказывать, что конкретно нужно делать для того, чтобы начать публиковаться. Еще одно обстоятельство важное, которое мы поняли. К сожалению, знание иностранных языков, в частности, английского, среди российских ученых оказалось не на высоте, поэтому мы стали предлагать курсы по повышению знания английского языка. Еще одна важная тема, которая возникла в ходе общения с нашими коллегами уехавшими, это тема аффилиации. Очень многие коллеги стали жаловаться на то, что отсутствие какой бы то ни было аффилиации не позволяет им участвовать в конференциях, подавать заявки на публикацию в журналах. И поэтому мы стали договариваться с отдельными вузами о том, чтобы они предоставляли аффилиацию без зарплаты. Это, конечно, сложная история. Очень многим вузам совершенно концепция была непонятна, но тем не менее мы нашли несколько университетов, например, тот же университет Джорджа Вашингтона, который предоставил аффилиацию некоторым коллегам, Евразийский технологический университет, куда пошла работать одна из наших коллег по этой группе, по этому сообществу и так далее. В Израиле один университет стал предоставлять аффилиации. И это, в общем, также помощь в том, чтобы люди оставались в академической сфере, в том, чтобы как можно меньше людей все-таки терялось и выпадало. Еще одна важная тема, очень коротко. Мы уже, наверное, все поняли, что для того, чтобы получить работу в академическом мире за рубежом, надо постоянно подавать заявки на свободные вакансии. К сожалению, очень мало кто из нас к этому готов. После первых 20-30 отказов люди опускают руки. И это тоже то, с чем мы работаем, потому что для того же самого американского рынка научного это абсолютно нормально получить 20, 30, 30 и даже 100 отказов. И, например, я знаю, у меня есть коллега, который написал 100 заявок в разные вузы, вы никуда не взяли, и кончилось тем, что вы приняли в Гарвард. Это как бы смешно, но это факт. Но это опять же к тому, что наши ученые, которые сейчас за границей, им не надо опускать руки, надо продолжать писать заявки, подавать applications, и рано или поздно это где-то должно получиться. И, как мне кажется, процесс адаптации российских ученых идет, в общем, довольно неплохо. И хотя мы не исследовательский проект, мы, тем не менее, регулярно проводим какие-то опросы, и на наши опросы отвечает 200-300 человек. Возможно, для социологов это недостаточно большие цифры, но, тем не менее, эти цифры дают какое-то представление о том, что происходит. И здесь я хочу переключиться на PowerPoint, и, значит, я должен share screen, правильно? Александр, вам сколько еще нужно времени? Мне нужно 5 минут. Ну, хорошо. Да, вот мы привели несколько опросов, которые, я думаю, будут интересны, потому что непосредственно отвечают на вопросы, которые, в частности, поставил Андрей. Первый вопрос, который я задал полтора месяца назад, о том, как идет адаптация к жизни в эмиграции, и, если вы видите, здесь 39% ответили, что адаптация идет довольно успешно, хотя еще не окончена. Еще 39% считают, что все-таки она возможна и продолжают над этим работать. Я считаю, что для тех, кто год-полтора находится за границей, это очень неплохой результат, и это важно понимать. Следующий вопрос, который я задал буквально недавно, смогли ли люди сохранить свою работу по специальности, да? Потому что, опять же, важно, что наши коллеги не просто уходят в какие-то там непрофессиональные сферы и доставляют пиццу. Нет, 47% буквально два дня назад ответили, что они сохраняют работу по специальности, 9% работают в смежной области науки и 13% совмещают работу по специальности с другой работой. Как вы видите, ответили 192 человека, что, на мой взгляд, достаточно неплохая выборка для того, чтобы видеть, как идет, опять же, этот процесс адаптации к жизни за рубежом. И последняя табличка, которую я хочу показать, это как раз о том, как идет сотрудничество, сохраняется ли сотрудничество между теми, кто уехал, и теми, кто остался в России. При этом я просил обе категории, значит, те, кто уехал с левой стороны, и те, кто остается в России. Как вы видите, большая часть людей, по 38% сохраняют сотрудничество, но в основном в виде личной переписки с наиболее близкими коллегами и друзьями. Порядка 20% еще продолжает сотрудничать официально, но очевидно, что этот процент будет падать, потому что в России к этому относятся все более и более негативно. И, наконец, сотрудничество прервалось. 24% уехавших считают, что оно полностью прервалось, и только 14% считают из тех, кто остался в России. Думаю, что все это интересно и отражает ситуацию. Вот, на этом все. Если у вас какие-то будут вопросы, в принципе, можно написать мне на мою почту. Я с удовольствием отвечу. У меня все. Ну что, Александр, большое спасибо. Тогда выключите вашу презентацию. Да, сейчас. Маленький уточняющий вопрос в конце вашего выступления. При том, что программа в целом была ориентирована на тех, кто уехал. Но я правильно понимаю, в том числе из нашей прошлой коммуникации, что она открыта в том числе для коллег, которые продолжают работать в России. То есть можно подключиться и получать информацию, по крайней мере. Да, я сейчас здесь оставлю ссылку на наш телеграм-канал. Можно подключиться. Но, опять же, мне хотелось, чтобы подключались люди, которые имеют отношение к занятиям науком или преподаванием. Подключиться можно. И люди будут доступ иметь к информации нашей, к каким-то даже, так сказать, предложениям по обучению и так далее. Понятно. Хорошо. Большое спасибо. Тогда у меня сейчас подключение пока не задавать вопросы. Их можно, опять же, насколько я помню, по нашим коммуникациям с организаторами, вопросы можно задавать через чат. Их там будут как бы агрегировать и потом мне пересылать. Я их буду озвучивать с тем, чтобы наши спикеры смогли на них отреагировать. К сожалению, мне так не отреагировал Николай Петров. То есть, не знаю, может, с ним какие-то проблемы. Появилась Анна Курешова. Я, так сказать, рад ее видеть. Опять же, Анна, у меня вообще-то не работает видео, поэтому вы меня не видите, как все остальные, к сожалению. Вот. И тогда сейчас я предложил бы дать слово Ольге Орловой, ну вот, следуя нашей изначальной логике, ну и, так сказать, дальше двигаться по программе. Пожалуйста, Ольга. Значит, я представляю медиа академического сообщества «Тейн Вариант». В нашем медиа год мы запустились к годовщине войны год назад, 24 февраля. И, собственно, идея этого проекта, она возникла после того, как были собраны подписи в самом начале войны, подписи научного сообщества и научных журналистов, объединяющих людей, которые протестовали против начала войны в Украине. Надо сказать, что, насколько мне известно, насколько мне известно, это самое, ну, как бы, массовое... Можно следующее там слайд? Да, вот, еще чуть-чуть пониже, где видно, что Россия. Значит, насколько мне известно, это было, как бы, самое массовое профессиональное объединение, выступившее против войны, потому что это, ну, почти там 9 тысяч подписей. И если сейчас мы посмотрим на этот список, а мы его периодически пересматриваем, это письмо опубликовано у нас на сайте нашего медиа, то мы видим, что, да, там через запятую идут люди, которые давно покинули Россию, но связаны академически, то есть, и остался в России сейчас, да, спустя два года, и те, кто в это время уехал в Россию, там, последние два года. То есть, это такой список людей, которые объединены, очевидно, некоторыми общими ценностями. И вот с этого, с этого, как бы, начиналось наше издание, потому что, когда это письмо было опубликовано на сайте Тройского варианта, после этого Тройский вариант был заблокирован Роскомнадзором, и это, значит, и объявлено, оно было объявлено иностранным агентом. Вот, и тогда, соответственно, та часть людей, которая находилась вне России, это и научные журналисты, мои коллеги, и те, кто ученые, которые уехали либо давно, либо недавно, тогда решили, что нам нужна свободная площадка, раз Тройский вариант уже не может в России работать так, как прежде, в силу криминализированности статей, мы все это знаем, да, что любые антивоенные высказывания, они преследовались у колонок, вот тогда нам нужна новая площадка. И вот так возникло наше издание. И вот, значит, сейчас за первый год, за первый год я поделюсь некоторыми, ну, как мне кажется, такими-то важными, может быть, кейсами, которые должны простучать. Я сразу скажу, я сразу скажу, что, да, мы, ну, что важно, что у нас есть иногда машинный перевод, иногда человеческий перевод наших текстов в зависимости от изначимости, в зависимости от их аудитории, на английский, на украинский, иногда на немецкий и на иврит. Опять это связано, помню, с тематикой публикации, с востребованностью от аудитории. И, естественно, мы есть вообще во всех социальных сетях, на всех платформах. Нас можно видеть там везде. И у нас есть Телеграм-канал, и Ютуб-канал, и группа Фейсбуки, и Твиттер, и Телеграм, и так далее. То есть нет такого медиа. Мы мультимедийный проект. Вот, значит, в силу того, что наша сегодняшняя тема, она обозначена, что вот мы и по ту сторону границы, и по эту сторону границы, то мое сообщение сейчас будет разбито на две части. Первое – это то важное, с чем мне хочется поделиться, что касается знаний ученых, которые остались в России. Вот. А вторую часть я расскажу про то, что я знаю про ученых в Израиле. Потому что я сама физически ухожу в Израиле, и здесь с этим связано второе направление моей деятельности. Теперь, значит, что касается про… Вообще наше издание, оно как бы и выполняет такую функцию моста с самого начала. Мы хотели быть этим мостом между теми учеными, кто остался, между теми, кто уехал. И мне кажется, что, в общем, мы в каком-то смысле ими являемся. Потому что мы знаем, как уже, кстати, было сказано на предыдущих, вот на предыдущем части выступлений коллег и докладчиков, что те, кто остался в России, внимательно следят за теми, кто уехал. Соответственно, что важно, что те, кто уехал из России, сейчас все больше и больше понимают, что, ну, как бы обращают внимание на то, что происходит с наукой в России. Потому что процесс затянулся, как здесь уже отмечали многие докладчики, в связи с тем, что, очевидно, в России происходят какие-то необратимые изменения, которые надолго меняют эту ситуацию, в том числе и в российской науке. И нужно как-то адаптироваться и понимать, что происходит по обе стороны границ. И вот мы стараемся быть тем инструментом, который пытается это делать. Значит, мы практически не пишем и не рассказываем, и не интересуемся успехами или какими-то достижениями, которые происходят в российской науке. Не потому, что мы считаем, что их там нет, не потому, что мы считаем, что российская наука умерла, а российские ученые теперь абсолютно профессионально дискредитированы и так далее. Нет. Просто мы очень маленькая медиа, у нас очень мало ресурсов, денежных, интеллектуальных, мозговых рук и так далее. и, соответственно, о том хорошем или о том, как не все плохо, расскажут другие, потому что в России есть квалифицированные журналисты, в России есть научные медиа, которые могут об этом рассказать. Мы выполняем только в каком-то смысле функции санитаров леса, и мы рассказываем только о том, о чем они рассказать не могут. В частности, те процессы, которые связаны с репрессиями и с преследованиями по отношению... Можно еще... Сейчас, да, вот здесь уже... Ага, вот здесь остановиться, да? И пока не двигаться. Те процессы, которые связаны с преследованиями ученых, с репрессиями, с подавлениями гражданских ли свобод или академических свобод, в России медиа освещать практически не могут. Поэтому мы стараемся это сделать. В связи с этим у нас есть проект совместный с ЦИСРОС и по инициативе с Владимиром Дубровским. Это хроника преследования ученых и преподавателей в России. Мы мониторим эту ситуацию, мы просто мониторим как бы в таком почти ежедневном режиме, потом верифицируем это, потому что это надо проверить, это нужно подтвердить, что произошло именно. И мы создаем такую базу, и там у нас публикуются, не знаю, уже несколько, в общем, много десятков таких кейсов. Вот. Это как бы одна часть. С другой стороны, у нас есть такие длинные, громкие, наиболее, может быть, известные дела, за которыми мы следим постоянно. И это какая-то такая серия публикаций. И здесь я бы хотела обратить внимание на две таких показательных истории, почему это важно. Потому что это важно и для понимания тех, кто находится вне России, и следить за тем, что происходит в академической среде, и для тех, кто остается внутри России. Значит, один такой кейс – это аресты в основном новосибирских ученых, хотя там есть и люди эстонска, но это, в общем, дело так называемых сибирских физиков, гиперзвукодеков. Это история, за которой мы следим с лета 22 года, еще когда наше издание не запустилось, но я уже первый материал тогда об этом писала, когда речь шла о погибшем Дмитрие Колпнере, когда в СИЗО умер в больнице. И надо сказать, что с тех пор количество участников дела, которые привлекаются и арестовываются, и содержатся кто-то под домашним арестом, кто-то в СИЗО. Значит, количество этих людей растет. Что тут важно? Почему важно об этом знать? Почему это такой, нам кажется, знаковый кейс для российской науки? Потому что, когда ты находишься вне России, тебе кажется, многим так кажется, что преследование, в основном происходит по политическим мотивам, что если ученый сидит тихо и не заявляет свою политическую позицию, то он не попадает в эту воронку, в эту страшную машину репрессий. А вот мы как раз поняли в процессе освещения и разбирательствах среди участников этого дела, а здесь уже арестованы, я напомню, если кто-то не в курсе, то речь идет об институте теоретической прикладной механики Митра Стяновича в Новосибирске. Там арестовали и директора, директор, который находится уже больше полтора года в СИЗО, про него находится Блифкортова. Это ключевые научные сотрудники арестованы, там главные научные сотрудники. И сейчас уже последний, например, сотрудник, про которого мы узнали, они ему даже имени не сообщили о его аресте. То есть мы выясняли, кто это такой, и мы это выяснили, мы сообщили, что еще один человек, но это уже человек, который занимает сам... То есть это расчетчик, что называется, и это совершенно не ключевая фигура. То есть не человек, который определяет суть проекта и так далее. И вот получается, что преследованиям подвергаются от тех, кто от самых... как бы, что называется, от руководителей проектов, от людей, у которых большие административные посты, до людей, которые уже совсем выполняют какую-то такую не ключевую работу. Всем им предъявлено обвинение в госизмене, в разглашении гостайны, в передаче секретных материалов каким-то зарубежным органам, организациям. Что тут важно? Важно то, что общаясь с их коллегами из Новосибирска, из Томска, в основном анонимно. По большей части люди, конечно, боятся говорить или там... Не то, что публично, но даже иногда бывает, ты разговариваешь, ты даже не знаешь человека. Он звонит тебе со специально нового аккаунта в Телеграме, и ты должен в разговоре верифицировать, что это реальные ученые, то есть ты проводишь в это время, ну, как бы задаешь некие наводящие вопросы, понимаешь, что ты действительно разговариваешь с реальным научным сотрудником именно из этого института, да, и, в принципе, ну, это возможно сделать в разговоре, понять, что это человек, который не пранкер с тобой сейчас говорит. Так вот, общаясь с людьми, ты понимаешь, что страх, который испытали коллеги, он связан прежде всего с тем, что все арестованные по делу обвосизмения и передачи секретной информации, это люди, которые политически никак не могут быть... То есть это люди не идеологические, не политические, никогда не выступавшие против режима, против власти, незамеченные в каких-то гражданских протестах. У них нет никакой истории преследований предыдущих, участия в митингах там с 11-го года и никогда не поддерживавшие Навального или еще что-то такое. То есть страх, который испытывают коллеги вокруг, он заключается в том, что мы вообще не понимаем, кто может быть из нас следующим. Особенно это важно в связи с тем, что, как многие здесь уже отмечали, докладчики предыдущей сессии, и многие из участников, наверное, слушатели хорошо знают, что в России происходит, в российской науке происходит адаптация. Происходит адаптация, переориентация на восток, понимание, что взаимодействие с западными коллегами очень дорого обходится и в смысле денег, и в смысле препятствий, барьеров административных преодолений и так далее, и так далее. И какая-то адаптация происходит. То есть люди начинают публиковаться, ездить на конференции в Китай, в Индию, публиковаться в китайских, индийских, иранских сборниках конференций, журналах и так далее. И вот здесь, что важно, что участникам этого микроволкового тела предъявлено обвинение как раз по разглашению в Густайме в связи с взаимодействием с Китаем и с Ираном. И это еще больше дезориентирует людей. То есть, с одной стороны, есть выступления со стороны людей, определяющих научную политику в России. Это правительство, это министры, это руководство Академии наук, которые говорят, что, ребята, мир большой. На Западной Европе и на Америке значит, наука мировая не закончилась. Есть другие научные страны, давайте взаимодействовать с ними. И тут вдруг выясняется, что когда ты с ними взаимодействуешь, тебе предъявляют обвинения в госизмене. Это важно понимать. Что это история преследования неполитического характера. Если в хронике преследования, которые мы ведем в мониторинге, там в основном отражены по большей части случаи преследования, когда люди выступают против войны, против действующего режима, пытаются защищать академические свободы. Здесь тяжелейшее обвинение по статьям, которые подразумевают больше 20 лет тюрьмы, они предъявлены людям, которые ни в чем не замечены. И это очень важно понимать, что так ну как бы есть некоторая ловушка, в которую можно попасть, если выстраиваем собственные профессиональные стратегии, если ты думаешь, можешь отсидеться. Это с одной стороны. Ольга, вам сколько еще нужно времени? Вы уже просто 20 минут выступаете. Прошу прощения. Ну, хорошо, а можно мне тогда еще хотя бы минут 7? Ну, просто, чтобы примерно понимать. Значит, второй случай, который я хотела бы обратить внимание, это вот история нашей публикации, их несколько было связанных с Сергеем Абрамовым. Сергей Абрамов это, пожалуй, самый титулованный ученый, который был помещен сначала в СИЗО, потом под домашний арест, потом сейчас уходится подписка о невыезде, и он ждет суда, и Сергея Абрамовым подвергли стационарной принудительной психиатрической экспертизе, член-корреспондент Российской Академии наук, научный руководитель института, один из ведущих специалистов по сутро-компьютерам в стране. Ему предъявлено обвинение в финансировании экстремистской организации, не названной, но как бы главной у нас экстремистской организации России известна. Так вот, в данной ситуации, что тоже очень важно, что когда мы разбирались с этим кейсом, что мы обнаружили, мы обнаружили, что безусловно это не политическое дело, что Сергея Абрамова пытаются вывести из игрока, его пытаются нейтрализовать, как очень влиятельного и крупного игрока в суперкомпьютерной отрасли, а не потому, что он где-то публично поддерживал экстремистов и так далее. И это тоже нам кажется, что это очень важно понимать. Можно пролистать вниз про то, как идеологически, какие существуют организации сейчас в так называемой зэп-идеологии в вузах. Будет рассказывать моя коллега завтра Евгений Насылев, который занимался расследованиями, связанными с зэп-организациями в университетах. Значит, вниз, если можно. Я хотела сказать, что да, у нас есть большие, очень интересные другие интервью с теми, кто уже находится вне России, то, как люди осмысляют сложившуюся ситуацию. К сожалению, я сейчас не могу об этом рассказать. Покажите, пожалуйста, слайд с нашими контактами. И, соответственно, мы благодарны любой информации из России, даже аналинной, которая к нам поступает, а нам очень часто пишут. На этом я как бы вот эту часть завершу. Я просто оставлю слайд с контактами, потому что дальше я быстренько постараюсь рассказать про ситуацию в Израиле. Значит, я думаю, что, может быть, многие из вас видели публикацию в 18 января этого года Олега Левина в «Новой газете Европы» об утечке мозгов, о тех данных, которые там есть. я сейчас не буду обсуждать свои, ну, как бы, насколько это правильно или неправильно посчитано, но уже в той публикации видно, что Израиль это один из лидеров, страна, одна из лидеров, лидирующих стран, куда приехали больше всего ученых после 24 февраля. Значит, самый главный вопрос, который мне все время задает в Израиле, когда я разговариваю с какими-то чиновниками или с депутатами, они всегда спрашивают, а сколько же на самом деле ученых приехало в Израиль? Это очень странный вопрос и очень интересный. На самом деле, мне кажется, что он в принципе тяжел с точки зрения учета вот того, о чем рассказывали предыдущие докладчики на предыдущей сессии, почему? Потому что посчитать ученых сейчас реально сколько уехало и сколько осталось, ну, вернее, сколько уехало, очень трудно в связи с тем, что многие люди предпочитают это скрывать. И если ты можешь об этом в принципе догадываться в целом, то когда я нахожусь в Израиле и я вижу этих конкретных людей, я знаю, какое количество людей не обозначает то, что они на самом деле находятся в Израиле, но они работают удаленно, и они как бы, как ученые в Израиле, они нигде себя не обнаруживают. Но на самом деле их действительно очень много, и вот сказать порядок, о котором идет речь, то есть тысячи, ну, больше тысячи, это практически точно. Вот. что здесь очень важно. Важно то, что такое массовое количество людей приехало в Израиль, потому что можно приехать без визы россиянам, и это был важный очень фактор. Но когда ученые приезжают в Израиль, тут возникает целый ряд специфических совершенно барьеров, к которым в принципе академические люди не очень привыкли. и с чем они сталкиваются. Ну, первое, что важно, что вообще академическая система Израиля, она рассчитана на людей с израильским гражданством. Есть редкие случаи, когда почему-то университеты берут, ну, это считанные, там, может быть, один, два, три человека при каком-то очень специальном решении, когда берут неграждан. Соответственно, прежде всего это должны быть граждане Израиля для того, чтобы работать с академической системой. Вторая вещь при этом самая тяжелая, это то, что в Израиле всего 10 университетов, примерно 40 колледжей, которые, ну, как бы, в принципе, относятся к высшей школе, но на самом деле не совсем, там почти нет исследований. И по всем данным, которые есть там гласным, негласным, официальным, неофициальным, Израиль это страна, которая производит научные кадры, это не страна, которая принимает научные кадры, она их не потребляет. И, скажем, те граждане Израиля, которые уезжают после университета или после аспирантуры в другие страны, в Америку, где большой экономический рынок, в Европу, в Британию, потом, десятилетиями, могут ждать возможности вернуться в страну и могут не дождаться, то есть, они не могут получить. При этом очевидно, что люди, которые приезжают из России или из Белоруссии, ученые, они неконкурентоспособны, ну, по понятным причинам, с теми, кто в это время сделал карьеру в Америке или в Европе, ну, по большей части, большинство из них неконкурентоспособны. И тут, соответственно, возникает эта очень тяжелая ситуация. С одной стороны, в Израиле легче всего приехать ученому, особенно, если у него есть травма на репатриацию, то вот их оказывается много. С другой стороны, Израилю вообще-то эти люди не нужны академической системе. и но несмотря на это тяжелую ситуацию, несмотря на это, в Израиле при этом же действует уже много лет программа интеграции ученых-докатриантов. Это тоже очень странно и это очень специфично, потому что, ну, я не знаю, честно говоря, я просто даже не знаю другой такой страны, где можно было бы приехать, зарегистрироваться, подать свои документы, получить справку в стране, что ты являешься ученым и после этого получить право на софинансирование со стороны государства при твоем трудоустройстве, например, в университет. Вот это такой удивительный парадокс. Сейчас в Израиле действуют примерно три таких программы, все они подразумевают софинансирование а со стороны государства, б со стороны принимающей стороны, ну, со стороны университета. С одной стороны, это палочка-выручалочка для части какой, людей, которые приехали. С другой стороны, есть еще одна особенность в Израиле, которая влияет на это. Очень мало научных специалистов. То есть, вот если мы посмотрим на то количество специалистов, просто областей, которые существуют в России, вот людей, которые приезжают, даже если мы просто посмотрим на количество академических журналов, когда ты смотришь специальности, по каким областям выходят журналы, то ты видишь огромнейший совершенно спектр людей. В Израиле большая часть, или там половина, наверное, этих областей просто нет. И, соответственно, когда человек сюда приезжает, он пытается найти себе место работы, и он не может найти, потому что, говорит, у нас нет такого лаборатории, которая за нас нет такого направления. Вот. И поэтому это сложно. То есть, очень многие не могут воспользоваться этими программами интеграции, потому что они подразумеваются финансированы с другой стороны. Ничего похожего на СНРС, например, или на общество Макса Планка, или систему стипендий Губльта. То есть, когда есть финансирование исследовательских ставок вне университетских бюджетов Израиля, здесь такого нет. Это тоже очень сильно осложняет интеграцию или трудоустройство для ученых Израиля. И в целом, в целом можно сказать, что я сейчас все, я завершаю. После, соответственно, полутора лет моего опыта общения на эту тему с представителями государственных структур, депутатами и с научным сообществом Израиля, которое давно уже сложилось с академической средой, кто работает в Израиле много лет. В целом, у меня довольно пессимистичный прогноз о том, что будет с научной волной научной эмиграции сейчас в Израиле. Скорее всего, в большей части придется уезжать. Особенно здесь сильно повлияла, естественно, война, 7 октября, то, что огромный средств сейчас уходит на войну, и у государства совершенно израиль другие приоритеты. В стране около 150 тысяч беженцев, которых надо как-то содержать. Это люди, которые с юга и с севера покинули свои дома, они разрушены. И понятно, что в этой ситуации государство будет заниматься ими, а не специальными новыми программами интеграция ученых, которые мы пытались пробить здесь, объединяясь с коллегами. Но единственное оптимистичное, что могу сказать, что Израиль это страна точечных решений, что здесь общие правила вообще нет, но вот конкретно здесь да. И вот только вот такие индивидуальные стратегии, построенные на каких-то точечных решениях в конкретных лабораториях, вот так это может как-то решаться. Но в целом ситуация, мне кажется, довольно тяжелая. Спасибо. Большое спасибо. На самом деле к вам был один вопрос, я его сейчас озвучу, но может быть я даже сам на него отреагирую, потому что я примерно понимаю соответственно смысл. Вопрос следующий. Рассматривался ли в деле новосибирских следователей сюжет локального передела власти? Нельзя ли объяснить ситуацию ослабленным контролем за локальными элитами их собственными разборками? Вот я просто от себя скажу сейчас одну вещь, просто в бытность высшей школе экономики у нас группой коллег довольно долгое время были проекты связанные с анализом механизмов, форм и так далее, силового давления на бизнес. И поэтому мы в общем довольно внимательно наблюдали за кейсами такого рода, пытались понять опять же стимулы для людей в погонах, которые эти кейсы инициировали. И при том, что были случаи, когда это действительно было протаскать передел собственности, на самом деле в ряде случаев, особенно уже в десятые годы и ближе к нашему периоду, просто банальные стимулы сделать карьеру, получить очередные погоны, в смысле очередные звезды на погоны, они играли существенную роль. И вот применительно к вопросу, который был задан Ольге, на мой взгляд, была довольно хорошая статья на Медузе, с не ошибаюсь, пару недель назад, когда объяснялась вся целом эта история тем, что интерес Путина к гиперзвуковому оружию на самом деле стал поводом для людей ФСБ начать поиск шпионов в этой сфере. То есть, грубо говоря, им, так сказать, очень удобно, эксплуатируя интерес Путина к теме, показать, что, так сказать, да, это очень важно и нужно всяким империалистам, которые пытаются украсть российские секреты. Причем, при этом, что в итоге будет с наукой для этих людей, ну и как бы с людьми, которых они арестовывают. Для этих людей в общем все равно. И вот, допустим, с тем же бизнесом это наблюдали тоже много раз. Ну, Ольга, если надо, отреагируйте все-таки с вашей стороны по поводу этого локального передела власти. Опять же, на мой взгляд, это все-таки скорее некая система стимулов внутри ФСБ, которая живет своей жизнью. Я абсолютно согласна с тем, что это, более того, мы даже в конкретном случае, там, про конкретного следователя, который поднялся на этом деле еще с процесса 2018 года, потому что таки, про звуковое дело началось же до войны. Это абсолютно история про повышение KPI, ну, так сказать, индекс Хирша посадок внутри ФСБ, накручивания. Это вот из этой. Я не рассматриваю это как передел власти, локальной власти. Это не передел локальной власти, это повышение конкретного департамента, повышение KPI конкретного департамента управления внутри ФСБ и конкретных следователей. Потому что похоже, если опять говорить другие регионы, когда ты пытаешься понять ситуацию, а там как? Вот там институты, где и есть публикации, связанные с двойным применением, закрытыми тематиками, там, где есть первые отделы и так далее, там совершенно другая обстановка. Потому что там не дали конкретным ФСБшникам развернуться во всю площадь. и это действительно речь идет о повышении значимости внутри силовых корпораций. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Там есть еще, в смысле, мне переслали запрос на комментарий у моего бывшего коллеги повышения Дмитрия Дубровского. Ну, просто тогда я просил, чтобы он выступил уже после всех основных выступлений. Тогда я сейчас передам слово Ани Куликовой. Добрый день, коллеги. Спасибо большое. Спасибо за приглашение на конференцию. Я тогда так открываю демонстрацию экрана. Что мне удалось сделать? Поговорить с несколькими учеными, которые находятся как в России, а также те, кто уехали из России, но продолжают сотрудничество с Россией и лучше попробовать понять их повседневность, из чего она складывается. У меня получилось очень много слайдов и много цитат. Я в субботу буду продолжать в принципе отчасти это же выступление, поэтому вы останавливайте, когда вам покажется, что уже хватит довольно. Я цитовала несколько вопросов коллегам, но в первую очередь о том, что по их ощущениям изменилось. И на экране вы будете все время видеть цитаты, то есть я их особо даже не редактировала, то есть это говорят разные люди, но по соображениям безопасности я нигде не указываю, ни университеты, в общем, никакой информации, просто цитаты людей, которые преподают, которые публикуют статьи, которые находятся большей частью на территории России сейчас. И первое, что отмечалось, что на самом деле не так уж много всего изменилось, и в принципе достаточное количество академических свобод, и всего сохраняется, и научная работа в принципе возможна, и какого-то склонения к каким-то ангажированным вещам, перенуждения к неэтичным практикам, мало кто замечало, и скажем так, если это региональный ВУЗ, если это ВУЗ поменьше, то там и вовсе ничего нет, если это ВУЗ заметный, ВУЗ яркий, ну такой, как высшая школа экономики, и яркие люди, то есть они на себе это могут ощутить, и остальные в принципе работают в той парадигме, в которой они работали, ну и отмечают какое-то легкое цензурирование в том плане, что самоцензурирование, когда думают, ну например, о благе издания, чтобы вот после публикации на него, отражаясь словами респондента, не наехали, чтобы не создать проблемы, ну и опять же идет речь о каких-то формулировках. Кто-то из коллег отмечает, что разрушилось академическое сообщество, и вот здесь интересный момент, что одни коллеги говорили, что оно разрушилось, и люди ушли в микросети, и рушится коммуникация, и очень становится все сложнее и сложнее в этом пространстве жить и чувствовать себя нормально, чувствовать себя частью академического сообщества. Одновременно с этим есть коллеги, которые говорят, что после того, как приняли решение остаться, вот мы все выбрали этот путь, мы решили остаться, и основание того, почему они решили остаться, имея возможность ехать, это отдельная тема, но очень интересно, если получится, я бы тоже рассказала. После того, как решили остаться, мы понимаем, что мы в одной лодке, мы единомышленники, и мы антивоенно настроенные, но мы все за Россию, то есть мы за Россию в том плане, что надо как-то здесь учить студентов, надо продолжать здесь жизнь, надо кого-то защищать, как-то защищать эти репрессии, надо быть со своими людьми, и в общем для них изменения произошли как раз в пользу уплотнения их связей. Коллеги отмечают, что изменились статьи, но вот больше стало всякого трешака в духе времени, с одной стороны, тратистическое воспитание молодежи, но нельзя сказать, что вот эти демагические тексты нельзя отклонить, то есть их просто не публикуют, да, не появляются, да, это попытка словить конъюнктуру, ну, в общем, конъюнктура поменялась, ну, ничего страшного, да, но не на порядок вот таких текстов стало больше. Сложности возникают некоторые с бывшими коллегами, которые уехали из России, с одной стороны, те авторы, российские авторы, которые уехали в страны СНГ, они достаточно спокойно публикуются в российских журналах, если статус независимый исследователь, и при этом значительное количество ограничений коллеги видят как раз даже не столько со стороны российских журналов, столько со стороны зарубежных, потому что если вы уехали, например, не в страну СНГ в Европу, то там вполне себе может быть проблема связанная с тем, что вам не разрешат публиковаться на страницах российского издания с аффиляцией словно немецкого университета. Есть некоторые самоцензурирования, то есть отклоняют статьи, где война называется войной, но опять же это была единичная ситуация по поводу которой переживали и хотели рискнуть вначале, потом подумали, что нет. Есть же еще у журналов учредители и сам автор отнесся с пониманием, что такой текст сейчас невозможен на страницах журнала российского. Но и коллеги все разошлись в хороших отношениях и ему рекомендовали публиковаться в том издании, которое релокировалось, то есть российское издание, которое теперь издается за рубежом. Вот такой момент мы видели. Но есть совместные публикации опять же с российскими коллегами, которые маркированы либо как иностранные агенты, либо они еще в каких-то списках не числятся, они просто уехали. И есть опасения, что ты опубликуешь что-то, опубликуешься с анаагентом и потом окажешься наймитым, пособником, то есть в категории тех, кто является агентом влияния и пособником иностранных агентов, как отмечает респондент. И, соответственно, вы будете способствовать распространению этих чужих взглядов, абсолютно неправильных выводов. И вот в этом смысле может очень уязвимая ситуация оказаться для тех, кто находится на территории России. То есть она заставляет их несколько раз подумать, во что такая публикация обойдется и чем она станет впоследствии, поскольку бумажная бюрократия гораздо медленнее. Точнее, вот эта бюрократия, которая происходит, спонтанные законы, они происходят быстрее, чем выходят бумажные журналы. То есть бумажные журналы это медленная публикация, и ты сегодня выбираешь публикацию с коллегой которая пока не на агент, но уже уехала, а может он потом что-то напишет в соцсетях такое, за что себе прилетит. Когда говорят о доступе к научным статьям, с одной стороны, мы очень много слышали про подлокировки, там, ирдивиры, вовсайенсы и так далее, но не все чувствуют на себе такие проблемы. Есть Google Scholar, ResearchGate, и, соответственно, есть возможность получать доступ к международным статьям, пользуясь сотрудничеством с коллегами со своими, или же просто сами университеты обеспечивают доступ ко всем необходимым сурбежным публикациям, то есть официально у вас все заблокировано, но неофициально все это продолжает существовать. Все, с кем я говорила, все отмечали, что внешнего давления на нас никто не оказывал пока, да, то есть пока вот это добавлялось, при этом мы видим события последних дней, редакция научного журнала УФУ отказалась публиковать статью новосибирского историка Сергея Чернышева, потому что он не сообщил редакции о своем статусе на агента Логосу, дрался своего сайта публикации на агентов и еще тех людей, которые просто уехали из страны и других взглядов продерживаются опять же со стороны издания, но и Вышко запретил абитуриентам в культ этой журналистики цитировать на агентах на вступительном собеседовании под угрозой аннулирования баллов, но тем не менее вот это вот все, что может как-то очень жутковато выглядеть со стороны и изнутри оно выглядит вполне себе приемлемо. И когда встает вопрос о том, как же сегодня ученым выступать и сохранить академические свободы, то, опять же, достаточно свободно говорят, вот статус у нас сейчас, я живу на свете давно, умение пользоваться изоповым языком у меня сформировалось еще в советское время. И я могу сказать все, что я хочу сказать, но в таком, подам это в таком виде, что ни одна госпожа Коробкова, это известная очень доносчица, которая пишет донос российских ученых и отслеживает их, и, соответственно, на многих коллег уже написала, что Коробкова не сможет ничего написать. Еще один момент, на который обращают внимание коллеги, что то, что происходит в России, оно более-менее как у всех, то есть, появляется в 23-24 году, чаще звучит тематика чего-то национального, национальных моделей развития, национальных приоритетов и так далее. Но и опять же у коллег-международников они видят все то же самое. Азия тоже много лет озабочена разработкой чего-то национального и многие страны, которых сейчас война не коснулась, они чувствуют напряжение в связи с этим и тоже заботились вопросом национальной безопасности, экономической, социальной, стратегии развития и так далее. То есть, есть ощущение, что в некотором тренде идет Россия, опять же, это не какая-то аномальная ситуация. И при этом, да, вот эта возможность онлайн-общения, обмена мнений и не только мнениями, но и материалами, аудиофизуальными, то есть, все это часть современного мира и вот эта часть современного мира, которая обеспечивает и доступ к материалам, и обеспечивает возможность общения, она спасает от ужаса, который окружает. то есть, для некоторых людей, тем не менее, происходящее это ужас. Что касается продолжения работы с Россией, есть коллеги, которые уехали, ну, они, скажем так, занимаются маятниковой миграцией, так можно назвать, то есть, они уезжают из России, большую часть времени живут там, но приезжают читать лекции оффлайн на несколько месяцев или приезжают для участия в каких-нибудь совещаниях и так далее. То есть, они пересекают достаточно регулярно несколько раз в год границу с Россией и они отмечают, что они не хотят бросать свой коллектив и они просто думают, что надо работать, не впадая в такое рептильное состояние, надо работать, потому что все уехать не смогут, это совершенно понятно и пока возможно какие-то формы более-менее адекватной академической жизни, их надо сохранять. еще одна цитата, что было понимание, что называется «Слезами горя не поможешь» и как-то, как сразу сказал главный редактор, давайте, пока можно, будем работать, делать, что должно быть, что будет. Вот такие коллеги, они не всегда официально отмечают, что они уехали, то есть, ну, поскольку они, да, они переезжают и в Россию и появляются в флайне, то есть, они могут говорить для тех же руководителей, ну, там, уехала перелокация мужа, ну, муж уехал, я с ним уехала, ну, вот я приезжаю, то есть, и как-то не обострять такие моменты. Что касается продолжения работы с зарубежными коллегами, по-разному здесь складывается, то есть, с одной стороны, все мои респонденты отметили, что все связи, которые у них были гуманитарные, они продолжились и не было какого-то разрыва коммуникации и их приглашают, кто-то ездит, кто-то стал больше ездить в азиатские страны, кто-то в онлайне виртуально участвует или со статусом независимых исследователей, если не хотят показывать аффилиацию российскую, да, то есть, они продолжают быть включенными в эти сети, многие выезжают из России на зарубежные конференции, это все продолжается, но есть и те, которые прекратили ездить вот с такой мотивацией, я знаю, что у меня есть коллеги, которые ездят, их приглашают, они подают заявки, их приглашают, они ездят, а мне стыдно, вот мне стыдно, что я представитель этой страны и какое-то количество людей, с которыми я там встречаюсь, встретился бы, наверное, восприняли бы меня в моей личной ипостаси, но значительная часть усерединила бы меня как человека, приехавшего оттуда, я не хочу, мне стыдно быть человеком, приехавшим оттуда. Работа уехавших с России тоже складывается по-разному, то есть, опять же, что чаще всего отмечаешь, что все, кто уехали, когда они стараются сохранять контакты с Россией, то, скажем, что Россия этому далеко не всегда противодействует, ну, за исключением тех случаев, когда можно оказаться пособником иноагента, когда есть определенные риски, да, но, соответственно, люди, которые уехали, отмечают редакторы научных журналов, они вполне себе присылают статьи, и, соответственно, как я уже говорила, по многому это зависит от позиции учреждения, в котором они работают сегодня, разрешает ли оно публиковаться в России или нет. Многие говорят, что, да, если бы нормально все сложилось, то, скорее всего, уехав из России, вот те, кто уехал на сегодняшний день, они повернулись, и потому, что в России они могли бы больше принести пользы, и так далее. Ну, и вот один кейс про коллегу в Германии, он участвовал в спецномере, и он ходил, опять же, за разрешением специальным к своему начальству, может ли он там выступить приглашенным редактором журнала, поставить свою аффилиацию с немецким университетом, статья с нашей, и это ему сперва разрешили, да, где-то в районе 22-го года, а потом, соответственно, ему запретили, и запретили участвовать в семинарах и так далее. Ну, опять же, да, вот они там ожидают, что будет разрешение ходить просто вот, и ждать, ну, когда это все наладится, тогда все наладится, и они смогут работать вместе. Есть возвращение в Россию, да, еще один момент, что, ну, были люди, кто уехал в паническом состоянии на фоне мобилизации, и отмечают, что были такие коллеги, которые не уехали, и вот они пока были в этой панике, пока они находились удаленно, они, соответственно, работали, да, и потом они мягко возвращались, то есть, и это как-то мягко решалось, и, ну, переводили на дистант, но если какая-то была невозвратная история, то есть, что прошло время, и уже принято решение, что человек останется за рубежом, ну, тогда уже предлагали расставаться, но вообще достаточно долго держали вот эти паузы, вот эти периоды, когда люди могли определиться, и, опять же, в других университетах тоже отмечают, что до сих пор, вот уже 24-й год, сохранены дистантные контракты, люди продолжают работать, и знают лично несколько человек, да, которые так работают именно в таком статусе, и, опять же, отмечают, что инициатива, зачастую, разрушение таких сотрудничеств, она лежит на зарубежных институциях, а не на российских, то есть, они запрещают двойные аффилиации, там, и так далее. Что касается работы зарубежных ученых из России, чаще всего говорят, что коллеги понимают разницу в директорах, где ученые, и поэтому не вспоминают каких-то негативных вещей, то есть, я спрашивала, да, вот, очень часто отсылка, потому что после письма ректоров, которое было подписано в начале войны, что тень легла на многих сотрудников университетов, и зарубежные коллеги это припоминают, но пока по интервью текст, который я смогла взять, они говорят, что нет, не припоминают, и зарубежные журналы, ну, как высказывается одна из коллег, что они вообще сегодня не заинтересованы публикации по России таких работ, ну, то есть, они ждут антивоенных текстов, а Россия, изнутри России какие-то антивоенные тексты невозможны, и, ну, и поэтому ничего не публикуется, ну, или приходится там, мне показывать с которым продолжается в принципе сотрудничество и профессиональное отношение, но его не заявляют в проектах, при том, что все равно коллеги работают, ну, ждут, когда ситуация нормализуется. Часто, вот я видела публикации, отмечаю, что кадровый голод, и кто-то, один из респондентов, он сказал, что он отмечает проседания в университетах, что после отъезда ученых, они, ну, были раньше сильные, средние и слабые, да, что сейчас скорее все опускаются к уровню средних и слабых из-за отъезда людей, из-за того, что изменились составы преподавательские, но многие говорят, что нет, ну, в региональных вузах, в принципе, мало кто уехал, то есть там все, как было, так и осталось, и каких-то глобальных перестановок они не замечают, но в каких-то, опять же, вузах, то есть это все-таки в каждой избушке своей покрымошки, то есть где-то значительное количество молодых уволилось, ну и все понимают, почему они уволились, ну уволились, уехали, но и тем не менее это не привело пока к какому-то серьезной, к какой-то серьезной ситуации. Анна, вам сколько еще нужно времени? А я сказала, что вы можете меня 60... Появился Николай Петров, который готов все-таки выступить, и у нас есть еще какие-то вопросы и комментарии с аудиторией. Поняла, давайте тогда я буквально вот по свободе три слайда покажу и закончу. Что касается академических свобод, да, как намечают экспонденты, что если ты не публичная личность и не стремишься и встать, и стремишься заниматься наукой, то сохранить свободы можно, и ты выбираешь то, что ты будешь исследовать, ну, и до определенной степени все это возможно. Расделяют вузовскую работу, преподавательскую, исследовательскую, ну, и будни преподавателя, да, это переход на изопов язык, и это способность говорить о политике, почти ничего не сказав о политике, и о текущей политике, но, тем не менее, считают, что все-таки общество ведов можно сегодня учить и доносить до них важные моменты. И при этом отмечают, что, допустим, шаг в сторону и в другой аудитории, там может быть уже сплошная массерная пропаганда, особенно на политологии и так далее. И отмечают, что есть меры наездов на свободные мысли, вот они совершенно не системные, и это сказывается на состоянии главных редакторов и деканов, потому что они как на бочке с порохом, и они не знают, чего им бояться, то есть, что там закроют журналы и все вообще. Если говорить о гендерных исследованиях, то, опять же, отмечают, что это широкая тема, продолжаются исследования по этой теме, да, там нет ЛГБТ, они так, но можно говорить различия в заработных платах и штрафам за материнство и так далее, да, и можно говорить там баланс про баланс трудового отдыха мужчин и женщин условно, то есть, строго говорят о гендерных исследования, но вот в таких видах они продолжаются, и вот один из коллег сказал, что он писал статьи по гендерной и по этнической тематике в главном журнале, и ничего с ними особо не сделали, да, хотя любому поднятному человеку понятно, какой они носят характер, но с умом подходить, ну, то есть, здесь отмечают коллеги, что еще далеко там до сталинских времен, и все более-менее спокойное, и в социологии в том числе, то есть, антивоенные тексты понятно, сегодня не публикуются, но, соответственно, все остальное оно очень даже может быть и в разных форматах появляется, при этом даже говорят, что на конференции у социологов там основная проблема скорее связана с независимыми медиа, которые могут там на противомедозе прийти, там подсветить какие-то темы, поэтому собираются делать более закрытыми встречи, чтобы никто не мог вынести информацию, чтобы можно было сохранить возможность свободного разговора. Сыноагентами достаточно сложная ситуация, опять же, потому что многие коллег, которые хотели бы процитировать, не знают, что делать, да, вот вроде бы все эти звездочки некрасивые, и потом по мозгам можно получить, если ты раз подумаешь, и многие просто выбирают не упоминать коллег иноагентов, чтобы не создавать проблемы ни себе, ни журналу, никому. Ну, давайте все, я на этом остановлюсь, потому что вы попросили. Хорошо, Анна, спасибо. Да, значит, тогда у нас сейчас, я надеюсь, подключился и выступит Николай Петров, но пока я задам вопрос, который был общий для всех спикеров в чате, ну, собственно, и было два. Первое, ну, что посколлеги подумали, потом могли отреагировать. Мало говорилось о безопасности исследователей и ученых, особенно в контексте сотрудничества с западными организациями. Ну, вот конкретно включение Центрального Европейского Университета в список нежелательных организаций показывает, что международным институтам приходится адаптироваться и разрабатывать протоколы безопасности для ученых из России, даже живущих за рубежом. Вот в этой связи есть ли понимание, что безопасно и что нет для россиян исследователей в ваших конституциях? Ну, мне кажется, что это может в первую очередь вопрос к Александру Абашкину, ну, потому что конкретно с институцией западной связан он на сегодняшний день в первую очередь, да? Ну, может что-то добавить от себя я, хотя, наверное, это не совсем мой кейс. И второй вопрос. Готовы ли российские ученые, которые уехали, но не могут найти место в университетах и сельских организациях, уходить из академии и строить свою жизнь в неакадемических профессиях, что видно в интервью? Ну, вот здесь, я думаю, что в том числе Николай Петров, наверное, на такого рода вопросы мог бы сразу в своем выступлении ответить. Ну, собственно, наверное, и на первый вопрос тоже. Хорошо, Николай, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. И приношу свои извинения за то, что поздно включился. У меня перемешались московское и центральное европейское расписание. И буду краток и по возможности провокативен. Мне очень понравилось обсуждение вчера и вот то, что я у Анны успел услышать. То на основании чего я буду выступать, это проект «Российская вынужденная эмиграция из академической сферы», который был запущен по инициативе правительства Германии и ставил своей целью анализ ситуации с приехавшими исследователями и то, каким образом эту ситуацию можно улучшить. С одной стороны, а с другой стороны, это было такое разбрасывание небольших вертолетных денег, как то, о чем вчера Реджина Смит говорила. У нас было пять десятков респондентов, это не строгая выборка и так далее, и задача стояла скорее определить какие-то проблемы и болевые точки, чем сделать строгое социологическое исследование. И надо сказать, что картинка, которая у меня в голове сложилась, она гораздо более алармистская, чем то, что я слышал вчера и сегодня. И она связана даже не только и не столько с настоящим, сколько с ближайшим будущим. Я хочу показать одну картинку, не буду усложнять. Так, я могу? Вот. Вот картинка, которая у нас получилась по итогам нашего исследования. И смысл ее в том, что есть разные типы релакантов, и ситуация с каждым из них, она очень различна. Здесь вы видите, я расскажу чуть более подробно о типах, а здесь вы видите, как с их собственной точки зрения выглядит картина, что они приобрели, что они потеряли после переезда. А важно заметить, что у нас были не только немецкие нынешние жители, но и как бы они составляли половину числа респондентов, но были и люди из Соединенных Штатов, из Великобритании, и из балканских стран. Вот здесь видно, что самый такой удачливый и успешный тип ревакантов это молодые космополиты, это научная молодежь, которая уже живет в глобальной системе, которая знает языки, не просто иностранные языки, а методологию, которая легко встроится в новые институции, это либо аспиранты, либо молодые кандидаты, которые подали и попали на места аспирантов или постдоков на Западе, и их отъезд довольно безболезненен, они обычно молоды и не отягощены семьей, у них нет бытовых проблем, и они встроены в глобальный мир, им легко перепрофилироваться, а это практически судьба любого исследователя, то есть таких случаев, когда человек чем-то занимался в России, после переезда продолжает тем же заниматься и очень мало. Вторая категория людей, это молодые беглецы, это люди, которые уехали убегая либо от мобилизации, либо от войны, у которых не было подготовленных каких-то мест в аспирантуре, в хороших западных университетах, они чаще выезжали в безвизовые страны, в Армению, Грузию, Казахстан, Сербию, после этого они, может быть, что-то находили, уже искали место после вот этого самого переезда и долгосрочной позиции, как правило, у них нет, они в лучшем случае перебиваются с одного краткосрочного гранта на другой и при этом меняют не просто города-университеты, но и страны. Третий тип, мы его назвали именитые профессора, это именитые в том смысле, что это исследователи в апогее своей карьеры, у них есть некий наработанный научный капитал, есть связи с коллегами в западных университетах и центрах, им помогли, им протянули руку, но эта рука возможность перебиться на полгода, год, максимум два, без перспектив продления, а у них бытовых сложностей больше, чем у молодых, у них обычно семья, и им надо думать о детях, где им учиться, у них не так велик спектр возможностей в силу как раз наработанного капитала, им поздно менять специализацию, но трудно найти место, которое соответствует тому, чем они занимались до отъезда. Четвертый тип это беглецы в возрасте, это обычно политически активные исследователи, академики, которые столкнулись с административным давлением вплоть до увольнения, и для них это вариант скорее бегства, чем переезда на какую-то заранее подготовленную почву. У них есть связи, многие из них работали в НКО, им тоже есть некая социальная сеть, которая им помогает, но не полноценно включиться в работу западных НКО, не начать заново университетскую карьеру, они практически не имеют возможности. И два последних типа это члены команд, когда не индивидуальный человек, а целая команда, будто Московский центр Харнеги, Сахаровский центр, Transparency International, это в основном фингтенки и НКО, когда они переезжают командой, может повезти, и они получают какие-то деньги, какие-то возможности для сохранения команды некоторое время, но дальше возникает проблема, что делать и как встраиваться, есть некий костяк коллектива, некая институциональная рамка, это в плюс, но найти деньги на то, чтобы в этих институциональных рамках продолжать работу необыкновенно сложно, люди инициируют какие-то проекты, ну, например, вот этот известный проект колледжа в Черногории силами тех, кто уехал из Шаминга. И последний тип это западники, это люди, которые уже к моменту начала войны находились за границей либо на среднесрочных контрактах, им не приходилось выезжать, в этом смысле им было намного проще, они уже каким-то образом были встроены, но они приезжали на какой-то определенный срок, и вопрос врастания в западную академию для них не менее сложен, чем для многих других. Вот на том графике, который вы видите, видно, что все, вот розовое это то, где люди потеряли в сравнении с тем, что у них было в России, а голубое это то, где они считают, они приобрели, вот в моральном плане, все группы считают, что они приобрели, они получили возможность спокойно и с чувством собственного достоинства как бы жить и не считать, что они участвуют в каких-то преступлениях, которые кто-то совершает, в том числе от их имени. В профессиональном плане многие считают, что они выиграли в смысле контакта, в смысле участия в разного рода общении с коллегами и широте этого общения. В смысле социальном только те, кто уже находился на Западе считают, что они не потеряли, а все остальные потеряли и потеряли очень значительно, но это эффект как бы такой новой миграции и можно надеяться, что дальше это изменится, а в смысле финансовом проиграли все, и никто не чувствует себя финансово более обеспеченным, чем это было в России, и отчасти это во многом причина возвратной миграции, когда люди, побыв какое-то время за границей, если они не являются иностранными агентами и не рассматриваются как политические оппоненты режима, они могут спокойно вернуться, тем более, что им показывают и они видят, что в общем дома, в всех институциях, откуда они уезжали, все в порядке, продолжаются, те же самые гранты, деньги, никто не страдает от каких-то непосредственно негативных результатов того, что происходит. И под конец я хотел бы сделать три замечания, связанных с исследованием и моими собственными впечатлениями. Первое это время и место. То, что мы у людей спрашивали, это фактически мы спрашивали на переломе от тактики к более длинной стратегии. Выехать на полгода на год и получить какое-то место это гораздо более реалистичный вариант, чем найти место для дальнейшей работы. И некоторые, как я упоминал, прыгают с кочки на кочку, меняя гранты. И здесь им мешает то, что сама система конкурсов на гранты она довольно длительная и она не позволяет планировать четко будущее, а часто с грантами и с их получением связаны даже легальный статус, то есть человек не получает визу, пока он не получает этот грант и в этом смысле они живут как бы на чемоданах, потому что если не будет нового гранта, им придется выехать в ту страну, где они могут без визы находиться, то есть в Сербию, в Черногорию, куда-то еще и оттуда уже пытаться найти себе что-то на западе. Вторая вещь, связанная с потерями и приобретением, да, вот потери для людей и потери для науки это далеко не всегда совпадает, да, вот мы слушали вчера панель по Russian Studies, которая звучала очень как-то ну, на мой взгляд, слишком спокойно и академично, а на самом деле Russian Studies находится в очень глубоком кризисе и этот кризис очень сильно влияет и на людей, которые сейчас ищут работу на Западе после переезда из России. Многие центры закрываются, финансирование сокращается и, соответственно, вместо того, чтобы люди могли найти какое-то дополнительное место, кроме того, что они получили как спасательный круг на год, предположим, в том или ином центре за счет какой-то программы центрального правительства прежде всего или за счет какого-то финансового маневра университета, если там у человека были связи. А дальше эта возможность закрывается. Она закрывается по объективным причинам. И если человеку повезет, он может переквалифицироваться, он может заняться чем-то еще, как многие занимаются. Он занимался или она Россией, а теперь будет заниматься Центральной Азией или чем-то еще. Но это, конечно, огромная потеря для целой сферы исследований. То есть, да, личную проблему таким образом решить можно, а вот что будет дальше с Russian Studies, это большой вопрос. Это большой вопрос и не только в отношении Легрантов, это большой вопрос в отношении западных экспертов. Западные эксперты не просто сегодня, как мы слышали и понимаем, не имеют возможности ездить и проводить полевую работу. Они лишены той аналитической информации, на которой росла их экспертиза и которая приходила из России. Те, кто этим занимались в России, многие уехали. На Западе они не особенно востребованы, но и в России они уже не делают того, что делали раньше. В этом смысле сырьевая база для западного сегмента Russian Studies она резко сократилась и мне кажется на Западе с одной стороны не очень понимают, что это некий перелом. Если полтора года назад казалось, что война это короткая вещь и те меры, которые предпринимались, были рассчитаны на короткую перспективу, сегодня понятно, что надо быть готовыми к достаточно длительной перспективе и все меняется. А демократические общества так и странно устроены, что они не способны быстро маневрировать и вот это промедление, эта инерция, она, мне кажется, захлопывает перспективы для экспертизы по России, столь нужной сегодня на Западе. Происходит деградация. Николай, вам сколько еще нужно времени? Я заканчиваю последний абзац. Деградация и экспертизы, и экспертов. Эксперт, который не проводит исследования, превращается в комментатора. Это то, что мы видим сплошь и рядом. И второе, это слом модели воспроизводства. Молодежи нет, и, как я понимаю, ее не может быть и в России, ее нет на Западе в силу того, о чем я сказал. И это та серьезная проблема, над которой мне кажется, нам надо думать помимо того, чтобы принимать участие в устройстве жизни и карьеры тех людей, которые вынуждены были уехать из стран. Спасибо. Николай, большое спасибо. У нас просто еще двое коллег записались в дискуссии. Это Дмитрий Дубровский и Борис Кноре. Я хотел, чтобы они сейчас выступили, а затем у всех наших спикеров будет возможность отреагировать на в целом прошедшее обсуждение, которое нам было достаточно интересным и полезным. Дмитрий, пожалуйста. Спасибо большое. Я к выступлению Ольги Орловой огромное спасибо за эту работу, за фиксацию и за такой мониторинг нарушений. Я бы только хотел напомнить, что мы продолжаем думать в двух разных подскостях. Мы говорим с одной стороны о нарушении прав ученых как граждан и в этом смысле если человека поймали на антивоенной демонстрации, то его академические права не пострадали, его пострадали конституционные права. Другое дело, что в большинстве случаев, которые описаны в троицком варианте, которые мы пытаемся отслеживать, мы как раз принципиально обращаем внимание на нарушение академических прав, то есть ситуация, при которой в эти репрессии по причине содержания преподавания или содержания исследований или даже если речь о каком-то политическом или гражданском активисте, когда само руководство включается в этот процесс, а мы знаем, что так часто бывает, не всегда, но часто бывает и по ранним временам, и по нынешним временам мы знаем, что создается такая инфраструктура в общем репрессии и контроля внутри российских вузов, внутри российских институций, вран, между прочим, это практически нет, а вот Министерство образования и высшее образование здесь отличилось, поэтому одновременно я очень прошу нас снабжать этими историями, дело в том, что мы стараемся, с одной стороны, мы стараемся отражать те истории, которые уже стали публичными, далеко не все люди хотят, чтобы эти истории были публичными по причинам безопасности или каким-то другим, но при этом точно можно сказать, что далеко не все истории вообще попадают в сферу прессы по разным причинам, ну, например, где-нибудь там оставаясь где-нибудь на периферии в региональном вузе, где нет какой-нибудь достаточно внятной публичной площадки, где в этом можно было бы обсуждать, а мне кажется, это страшно важно, потому что, к сожалению, то, что я знаю, это, ну, как бы, чем ближе к центру, тем виднее. Вот это, к сожалению, очень грустная история российская, где нарушения, связанные с региональными вузами или где-то там, так сказать, далеко от Москвы и Петербурга, тяжелее отслеживаются и, в общем, редко проблематизируются, а мне кажется, что там ничуть не меньше, поэтому, пожалуйста, если вы что-то узнаете или с чем-то сталкиваетесь, пожалуйста, давайте нам знать. Спасибо. Да, спасибо большое. Тогда Борис Кноры и тогда после этого я предложил бы всем участникам высказаться просто по вопросам, которые звучали. Да, Борис, пожалуйста. Здравствуйте. Дорогие коллеги, здравствуйте. Андрей Владимирович, большое спасибо, что дали слово. Я хочу поблагодарить, вот, обратить внимание на доклад Анны Кулешовой. В целом, я действительно согласен с тем, что было сказано и важно, что, Анна, вы поговорили вот этот момент как раз ограничения на Западе Сначала я хочу сказать с тем, я согласен с тем, что вот действительно есть со стороны западных университетов ограничения, например, в Хельсинки там отказались включить там даже семинар, программу семинар один раз, вот, также вообще работа, когда ты начинаешь договариваться о том, о каком-то сотрудничестве, которое раньше никаких препятствий не вызывало, вот, сейчас действительно это сложно, если, ну, я нахожусь в России и продолжаю работать в российском ВУЗе, вот, действительно, мне кажется, очень важно об этом говорить, на самом деле это очень серьезная проблема, конечно, есть проблема даже более глобальная, что есть вот эти санкции, они в том числе касаются там и частных инвесторов, это уже, правда, не академический вопрос, поэтому я здесь не буду об этом говорить, но эта проблема тоже серьезная, вот, но вот с чем я не очень согласен, все-таки, все-таки в российских ВУЗах и научных центрах ситуация немного похуже, чем то, что вы обрисовали, я бы не сказал, чтобы она как бы, чтобы она была лучше, чем с точки, ну, если сравнивать с теми ограничениями, которые есть на Западе, потому что сейчас, например, начинают уже отрицательно относиться к публикациям там, журналов недружеских стран, и при оценке грантов могут этот грант, допустим, ну, ранговских грантов даже, вот, значит, его не оценить положительно или там не зачесть какую-то публикацию, пока это просто не зачесть, но это уже, так сказать, некоторое черное пятно, и кроме того, я бы хотел отметить такой момент, как бы, это табу на определенную точку зрения, например, я, ну, вот я писал раньше о религиозных организациях, в том числе русской православии достаточно много, вот, ну, и в силу аналитичности, конечно, где-то и критически писал, но не скрою, писал часто очень критично, потому что, ну, как бы ситуация действительно была такая, что надо было писать то, что есть, и я, в общем, старался всегда писать, ну, если я не позволял себе как-то менять, лучше я тогда не буду ничего писать, в результате, вот сейчас как раз такая ситуация, когда я уже на тему церковной жизни не пишу, вот именно потому, что мне, ну, потому что вот и моим коллегам тоже, ну, это, причем, я тоже хочу сказать, что это не только после 22 года произошло, это произошло и раньше, в общем-то, как бы, такое ограничение, так сказать, не, ну, не поддержка критического взгляда на русскую православную церковь, если, если в чем-то, даже если этот взгляд совершенно конструктивный, там, какие-то предложения, вот, все равно это не приветствуется, либо гранты не поддерживаются, либо, значит, заявки на гранты, либо, либо просто-напросто работы не будут вообще учитываться, вот, поэтому, ну, как бы, пока что еще, наверное, за это не наказывают, вот, но, по крайней мере, уже не оплачивают эту работу, она не включается в академическую деятельность, вот, ну, и просто, действительно, потом ситуация и Франция, института философии Ирана, когда там, ну, все коллеги знают, что там произошло в связи с, так сказать, попыткой со стороны лиц, связанных с Царьградом и, так сказать, силами русского философского собора, так вот, тоже поменять кадры и кадровую политику, вот, сместить, по крайней мере, вот, потом, наверное, все знают, продугинские центры в РГГУ и то, что, понимаете, то, что вот такие центры, они выполняют, в том числе, экспертную работу, вот, и, соответственно, оценивают, поэтому с ними, ну, как так иначе, невозможно не игнорировать этот факт, вот, поэтому ограничения, конечно, на самом деле, достаточно сильные, но я, наверное, даже тоже не готов обо всем говорить, признаюсь честно. Борис, спасибо огромное за комментарий, вы совершенно правы, и, как раз в субботу, подробнее будет про то, как устроена жизнь в университете, сегодня я старалась скорее рассказать, как воспринимают это россияне, российские коллеги, которые остаются уехали, как это выглядит, взаимодействие, что касается публикационной активности и международного сотрудничества, но подробнее о том, как жизнь складывается в университете, как читаются лекции, и как это происходит, в субботу, пожалуйста, приходите на секцию, как раз там продолжим. Хорошо. Борис, вы закончили, да? Я правильно понимаю? Да. Хорошо, коллеги, я на себя хотел тоже добавить, может быть, полтора комментария. вот из моих общений, в том числе с российскими коллегами, которые приезжали сюда, в Германию, которые продолжают работать в России, но, опять же, это коллеги, которые из естественных наук, правда, никак не связанных, так сказать, с физикой, непродуктовым оружием и подобными вещами, да? Ну, и на самом деле, для меня как раз вот этот контакт был поводом для того, чтобы поговорить с знакомыми мне людьми не только в Москве, но и в разных региональных вузах. Ощущение, что все-таки есть разная ситуация в естественных науках и в социальных и гуманитарных науках. И на самом деле, общая система оценки, на удивление, для меня в России пока по-прежнему строится на публикациях, которые по-прежнему в основе своей включают в себя журналы из Web of Science и Scopus. И понятно, что, допустим, для социальных и гуманитарных наук в принципе публиковаться в таких журналах большинству российских коллег было тяжело. Поэтому там была ситуация и до войны несколько другая. В естественных науках то, что я, допустим, вижу из моих коммуникаций, очень многое зависит от руководства института или конкретного вуза. И поскольку, и особенно, когда, скажем, люди не пытаются делать какую-то карьеру, как условно говорят, в инвестии ректоров и шея, а пытаются сохранить свои учебные заведения или научные центры и одновременно пытаются все-таки обеспечить какой-то уровень научной продукции. Вот именно в этих случаях я, на самом деле, сам наблюдаю такое откровенное закрывание глаз на коммуникации и с уехавшими российскими коллегами, и, так сказать, с западными коллегами. Ну, то есть, условно говоря, ситуация, когда человек уезжает по гранту за рубеж, да, это происходит в рамках отпуска за свой счет в своем институте, но это происходит в согласии руководства института, потому что руководство института понимает, что для продолжения научной деятельности нужны контакты с зарубежными учеными, от них не только с китайцами, с сранцами, но, безусловно, это получается на ответственности руководства института. И вот здесь, к сожалению, начинается действительно некая история про, так сказать, не негативную, а вот такую негативную инициативу, когда вот люди, которые, может быть, не наукой занимаются, пытаются делать карьеру, вот они начинают играть в разного рода игры, либо же, наоборот, пытаются, так сказать, на всякий случай вот прикрыть то, что может породить к ним хотя бы минимальные вопросы. Вот. Но это просто в плане какого-то наблюдения с моей стороны, а сейчас я хотел бы вот в оставшиеся у нас, как я понимаю, 10 минут, даже меньше уже, как-то попросить участников нашей панели отреагировать на те вопросы и комментарии, которые излучали вот в процессе. Ну, может быть, мы начнем, так сказать, как мы шли по ходу. То есть сначала Александр, затем Ольга, ну и далее. Да, пожалуйста. Ну, при пределах пару минут. Спасибо, Андрей. Ну, во-первых, вы уже ответили вопрос относительно публикации в западных журналах, в зарубежных журналах. Конечно, это зависит от дисциплины, это естественные науки или гуманитарные, это зависит от местонахождения, находится ли человек по России или за пределами России. И, конечно, это зависит от руководства ВУЗа, насколько оно противодействует этому или не противодействует. Поэтому в зависимости от сочетания этих факторов все происходит. Но здесь еще один важный момент, про который надо сказать, что хорошая публикация в хорошем зарубежном журнале занимает много времени. На это могут уйти там, в общем, годы. И, наверное, пока у нас не очень много примеров того, как кто-то опубликовался, его, например, за это преследовали. Я думаю, что Ольга Орлова как раз, наверное, нам сможет в ближайшее время привести какие-то примеры или не привести, если пока таких не будет. И если говорить про аудиторию, с которой работаем мы в нашем Scholars Without Borders, это все-таки большинство людей, которые уехали уже, и для них, конечно же, публикации в зарубежных западных журналах это большой плюс, это помогает им устраиваться на работу, поэтому, конечно же, они будут стремиться к этому, и мы со своей стороны им помогаем всячески делать это правильно, и для этого устраиваем там разного рода обучающие программы. Это мой короткий комментарий. И дальше. Спасибо большое всем, кто организовал эту встречу, эту дискуссию. Я думаю, что нам необходимо такого рода встречи продолжать. Центр Дэвиса собирается в апреле провести некую встречу исследователей каких-то проектов, которые занимаются сейчас изучением в России изучением диаспоры, и мы будем рады пригласить всех участников на эту встречу и к обсуждению. Необходима какая-то координация и лучшее понимание того, кто что делает и кто как кому может помочь в этом. Большое спасибо всем. Александр, большое спасибо. Ольга, пожалуйста, что от себя добавите. Я бы хотела присоединиться к алармистским настроениям Николая Петрова, которые прозвучали, и Бориса тоже. Причем у меня... Ну, то есть я сейчас не буду приводить какие-то конкретные примеры, но в силу того, что действительно мы общаемся с представителями самых разных научных областей из тех, кто остался и тех, кто уехал, суммарно мне кажется, что как мы видим свою задачу и я бы хотела призвать всех, кого это касается, к тому, чтобы попытаться воздействовать на международные зарубежные институции академические и политические, в том числе Европарламент или Конгрессор, по возможности пытаться все-таки сохранять возможные каналы связи информационные с российским академическим сообществом. То, что российские ученые отрезаны от вас данных, то, что фактически вопрос о публикации в зарубежных журналах, дело в том, что я не... во многих областях для того, чтобы опубликоваться в зарубежных журналах топового уровня, например, нужно произвести оплату этой публикации. Это не оплата в смысле мусорных журналов, речь идет не об этом, а речь идет о самых таких хороших журналах. Сейчас не буду рассказывать причин, но это очень большие суммы. И раньше они всегда были заложены в грантах, в грантах РНФ и так далее, и так далее. Сейчас даже технически эту оплату произвести нельзя, и многим специальностям невозможно публиковаться там, где они раньше публиковались, там журналы первого квартеля. И это тоже отрезает технические такие вещи. Они настолько нарастают, что мне кажется, что последствия вот этого для всего в этом смысле мира... Я продолжаю утверждать, что если бы мы хорошо знали, что делают ученые в Иране, в Северной Корее, вообще во всех закрытых странах для всего мира это было бы гораздо важнее, более ценно и полезно. И поэтому любые стены, которые строятся с двух сторон, а здесь надо сказать, что да, силовики в России стараются как можно больше возвести этих барьеров для российских ученых, но западные институции постарались не меньше, а то и больше. И вот мы видим свою задачу, мне кажется, что это было бы очень важно объединить наши усилия в том, чтобы попытаться донести, чтобы хотя бы со стороны мирового сообщества вот этих барьеров было как можно меньше, чтобы все российские ученые, которые хотят и могут коммуницировать физические, социальные, административные и профессиональные, все, кто может это делать, чтобы, скажем, усилия тех директоров академических институтов, это по большей части это все-таки академические институты, не университеты. В университетах ситуация, как уже было сказано, намного хуже, но в академических институтах многие пытаются руководители закрывать глаза на контакты, стараются не педалировать эти вопросы и как бы в серой зоне эти контакты всевозможные. Так вот, все те, кто настроен в России на сохранение связей, они должны быть поддержаны со стороны тех, кто находится вне России, вне зависимости от того, являемся ли мы бывшими гражданами России, нынешними гражданами России или это зарубежные коллеги. Вот мой призыв. Хорошо, большое спасибо. Прежде чем сейчас начнет реагировать Анна, вопрос к Николаю Петрову был в чате. Было ли опубликовано уже исследование, о котором вы говорили? Если можно дать ссылку на него, а просто поместите в чате. Мне казалось, что была публикация вот в «Роснационализе», но, может быть, я не прав. Хорошо, Анна, пожалуйста. Спасибо большое. Я очень тоже поддерживаю слова Ольги по поводу того, что нам надо давать какой-то достойный выход из ситуации, в которую загнали политики и все-таки публично пересмотреть ситуацию, ограничивающую академические свободы, но, скажем, если говорить о тех же социсследованиях, мы понимаем, что в России сейчас многие платформы опросные, такие, как, я не знаю, Яндекс-форумы, они в погонах, то есть вы там не приведете по сенситивным темам опросы, но при этом тот же сервейманки сам себя сблокировал для России, то есть оставив без возможности фактически проводить количественные опросы так, чтобы не вредить респондентам и не ставить их под какую бы то ни было угрозу, ну и так далее. И такое публичное обращение, я бы хотела его сделать, но при этом, конечно, важно понимать, что нет каких-то одинаковых ученых в России и нет какой-то одинаковой сплошной ситуации по России. Вот те примеры, где побеждают здравый рассудок, где занимают гражданскую позицию деканы, ректоры и сами преподаватели и так далее, не вредя людям, ее тоже надо делать сведемой, то есть не к тому, чтобы мы про это написали, а после этого всех арестовали и закрутили гайки, но показывать вот это гражданское сопротивление на территории страны и бросовестное отношение к науке так же важно, как важно говорить о тех проблемах, которые связаны с раскручиванием регрессивного механизма и с теми болями, о которых мы привыкли слышать и о которых мы в большей степени уделяем время и внимания, поскольку когда эти люди и их поступки становятся невидимы, это тоже создает проблему и это тоже создает искажения для международного сообщества, то есть это будто бы действительно ничего нет, есть только один ужас, кошмар, и все уехали. На самом деле жизнь продолжается и ее целостности мне кажется важно показывать тоже. Спасибо. Большое спасибо. Николай, пожалуйста. Да, во-первых, отвечая на вопрос, вы правы, Андрей, это вышло в Русланду Украины анализом, у меня нет, к сожалению, этой ссылки, но если мне потом напишут, я ее найду. У меня был еще один вопрос и был вопрос от модератора по поводу переквалификации. Если посмотреть на структуру институтов, где люди, где исследователи работали в России, где они сегодня работают на Западе, то изменения достаточно велики, просто структура другая. У нас было среди респондентов две трети были связаны с университетами, сегодня это половина после переезда выросла доля тех, кто работает в бизнесе и выросла заметно доля так называемых независимых исследователей. Это, по сути дела, безработные, у которых есть легальный статус, но нет постоянной работы, постоянного источника дохода. И я сказал, что мы фиксировали ситуацию на переломе. И я уверен, что доля тех, кто остается в Академии, она будет и очень заметно снижаться. Западная Академия вообще и Академия в Германии в частности сейчас находятся не в том положении, чтобы заметно расширяться и предоставлять места новоприбывшим, а скорее наоборот. То есть те люди, которые на год, на два получили какое-то относительно спокойное, приличное место, вряд ли смогут это место сохранить в будущем и в этом отношении вот то, что я в чате получил от Антона, что мы, видимо, спрашивали людей, у которых были теплые места в России, и поэтому они как бы говорят о ухудшении своей ситуации. К сожалению, ухудшение ситуации неизбежно при любой миграции. Это закон. Вы не можете переехать в другую страну и при этом сохранить или повысить свой статус в массе, и тем более это относится к такой критической миграции в результате серьезного кризиса. Вторая, мне кажется, важная вещь связана с взаимодействием. Вот то, о чем говорила Анна, с той стороны, оно совсем иначе выглядит в ответах наших респондентов, которые говорят, что да, в большинстве говорят, что да, мы какие-то старые проекты, в которых участвовали, мы их завершаем, никаких новых совместных проектов у нас нет и быть не может, в том числе и в силу тех причин, которые упоминались, но и в силу других причин. Люди говорят, я не хочу, я боюсь звонить в Москву или в Россию своим знакомым, потому что условия звонка не говорить на определенные темы, и это не позволяет вообще нормально общаться даже чисто дружески, то есть даже дружеские личные связи, они нарушаются, ослабевают или даже рвутся, а связи профессиональные, они в большинстве своем по инерции еще немного завершаются, продолжаются, но в целом они тоже абсолютно обрываются. спасибо. Николай, большое спасибо. Ну, на самом деле возник еще один вопрос, я бы сказал грустный, не знаю, насколько на него сейчас нужно всем реагировать, тем более, что у меня лично нет информации какой-либо конкретной по этим грустным кейсам, я не уверен, что она есть у коллег, но вопрос конкретно звучит следующим образом, насколько в разных странах нарастает страх перед российскими учеными как потенциальными шпионами. Вопрос особенно актуален после ареста Морозова и недавно слышала схожую историю в Германии без ареста над подозрениями. Ну, не знаю, надо ли на это сейчас прямо отвечать, у нас просто действительно заканчивается время, как я понимаю, просто у организаторов есть ограничения объективные, так сказать, даже скоро другая сессия. Если кто-то что-то готов добавить, то, коллеги, дайте знать. Конечно, не хотелось бы, может быть, на такой ноте заканчивать, но это тоже, к сожалению, часть реальности. Данна, хотите добавить? Интересно, ответ небольшой на ваш вопрос как раз от того, что предрассудки действительно и возникают, и в зависимости от ситуации, от того опыта, которая была у страны в взаимодействии с Советским Союзом, то есть, например, в Чехии это, видимо, более агрессивно, в каких-то странах, которые меньше соприкасались, я говорю, проевропейские, это менее агрессивно, но, тем не менее, сводится к одному слову предрассудок, и с этими предрассудками важно работать и важно все-таки показывать лицо в российской науке сейчас с тем, чтобы эти предрассудки преодолевать хоть как-то и помогать критично относиться, опять же, не обобщать, смертный грех обобщения почему-то возникает везде, хотя понятно, что именно с этих обобщений начинаются все погромы, не так важно, это все российские ученые или все евреи и так далее, и проговаривать вот эту ситуацию, почему такого рода вообще не оказывается уместным, почему такого рода предрассудки раскручиваются и получают, я вижу две руки, сразу вот, все заканчиваем, мне кажется, об этом важно тоже говорить. Хорошо, спасибо, да, Ольга, пожалуйста. Мне кажется, что ответить на этот вопрос сейчас можно, по крайней мере, просто проанализировав режим, визовый режим для ученых разных стран. И с этой точки зрения мы видим, что в Европе самый жесткий режим это в Чехии, как уже Анна упоминала, потому что в Чехии ситуация такая, что нельзя получить ученому разрешение на работу, если у него есть российское гражданство. Это невозможно, вот, а большинство все-таки из уехавших российское гражданство сохранили по разным причинам, даже чисто технически, это раз. А второе, это, конечно же, вот Америка и Британия, там очень многие дисциплины автоматические, если вы занимаетесь биологией, химией, физикой, и недавно, не так давно туда была внесена и математика, в частности, то есть у вас целый ряд дисциплин попадает, если вы ученый и вы хотите получить право на работу, то вас отправляют на проверку спецслужб, она довольно длительная и может длиться полгода, сколько-то месяцев. Вот, и поэтому, собственно, пока мы можем судить об этом индексе, индексе как бы опасности от российских ученых-шпионов, просто можно смотреть по визу режиму. Ольга, спасибо. Мы уже точно должны завершаться, и я хотел бы поблагодарить на самом деле организаторов конференции, потому что вот проблема, которая сейчас в конце были подняты, и которая, конечно, касается все-таки в первую очередь людей, которые уехали, которым, мягко говоря, не сладко, во многих случаях, и вот эта среда подчас, к сожалению, добавляет никаких проблем. Тем не менее, существенное преимущество тех, кто уехал, в том, что они могут друг с другом общаться. Пусть не всегда лично, это слишком часто происходит в Зуме, так как мы сейчас это делаем, но тем не менее, можно пытаться вырабатывать какие-то совместные позиции и пытаться их доносить до людей, которые принимают решения. Доносить что-либо до людей, принимающих решения в России сейчас, к сожалению, не только тяжело, но и подчас бессмысленно. Хотя, тем не менее, я думаю, что для тех руководителей научных институтов, которые пытаются сохранять какие-то связи и сохранять научные коллективы, то, что мы сейчас делаем, тоже может быть важно. При этом, может быть, чуть-чуть, в отличие от того, что говорила Анна, может быть, наоборот, это не надо светить, чтобы не подставлять людей, чтобы они при всем при том могли делать то, что они делают. сохраняют то, что можно сохранить. Но вот, что нам всем, находящимся не в России, действительно, надо, видимо, делать, надо пытаться формировать некие коллективные позиции и пытаться влиять на политику в тех странах, где мы находимся. и в этом отношении я хотел поблагодарить специально Ольгу Орлову, потому что, как говорила в свое время про газету Искра, у меня ощущение, что Тейн-Вариант сейчас тоже выступает организатором процессов, и это очень важная и полезная функция. Хорошо, коллеги, извините еще раз за некие технические накладки в начале, но, на мой взгляд, мне кажется, это было полезное обсуждение, вот, я надеюсь, что мы сможем как-то и поддерживать контакты дальше и как-то дальше двигаться. Спасибо большое всем. Спасибо.